Йоу-йоу-йоу, друзья, в эфире Кросспол ТВ и наша редкая, но любимая рубрика Тест Тим. И мы рассказываем сегодня про противоловинный рюкзак с электрической системой под названием Alpride E1. E1 это система, которую швейцарские разработчики из компании Alpride в прошлом году продали компании Scott. Scott выпустил первый электрический рюкзак с этой системой, а в этом году компания Alpride сама сделала свой рюкзак, а также один из двух электрических рюкзаков Black Diamond и Pips тоже вышел с этой системой. В чем плюс системы? Эта штука работает на суперконденсаторах. Как это выглядит? Давайте посмотрим. Заодно заценим, как удобно открывается рюкзак. Вот так вот. Плюсы этой штуки. Заряжается оно от двух батареек. Примерно за 40 минут. Но, если использовать более мощный источник питания, например, обычную USB-зарядку или лайфхак Powerbank, подзаряжает суперконденсатор от батареек, и затем рюкзак уже находится в активированном состоянии. Вот все вот это пространство используется под вещи. Здесь вот у нас отдельный карман для лавинного снаряжения. Сюда не влезет большая лопата, но там трешка Black Diamond нормально влезает. Еще один дополнительный карман. Вообще, этот рюкзак швейцарцы сделали как самый легкий электрический противолавинный рюкзак на рынке. Весит он действительно меньше всех остальных, по ощущениям. Здесь все детали рюкзака облегченные. Вот такие вот резинки, вот эти вот тонкие ремни. Вы видите крепление для ледового инструмента. Вот такие вот тонкие ремни, как крепление для лыж. И вот здесь вот несколько таких кармашков. Такое вот, на первый взгляд, довольно бутафорское крепление для сноуборда. Сразу видно, что рюкзак делали лыжники, но тем не менее, хоть какое-то крепление для сноуборда есть, и можно пользоваться. Здесь удивительно, но довольно удобное крепление для шлема, которым действительно удобно пользоваться. Сам рюкзак сделан действительно продуманным с точки зрения комфортного катания и хождения. Как вы видите, здесь перфорированные гибкие тонкие лямки. Такие же поясные ремни. С ним удобно скитурить. Он достаточно гибкий, чтобы не мешать катанию. И вот единственный минус в использовании, на мой взгляд, это вот этот вот тонкий поясной ремень. Потому что его нормально застегнуть. А вот когда тебе его нужно расстегнуть на морозе, тут эта пластиковая фигня попадает. И в снегу это действительно неудобно. У меня сейчас получилось, потому что я долго тренировался. Ну вот, на мой взгляд, это его единственный такой существенный недостаток. Ну и второй недостаток, по-моему, пенсионерский дизайн. Плюс электрического рюкзака в том, что ты не жмешь денег на баллон. Если это АБС, то тебе после каждого дергания, после каждой активации, нужно идти отдавать сколько-то тысяч рублей за новый заряд. Если это сноупульс, который многоразовый баллон, тебе нужно потом пойти и куда-то его зарядить. Здесь ты просто заряжаешь, тратишь на это 40 минут, и у тебя рюкзак готов к использованию. Чтобы активировать рюкзак перед катанием, здесь есть вот такая вот штуковина. Он офф. Выключили. Два раза он загудел. Здесь замигала зеленая лампочка. Вот она. Все работает. Вот эта вот штука закрывается на молнию, чтобы не мешала. Но я ее обычно до конца не закрываю, примерно вот так, чтобы проверять и активировать. И даже если вы этот рюкзак забыли где-то в какой-то дикой глуши выключить, а у вас есть пара лишних батареек или пауэрбанк, то проблемы нет. Вот мы достаем ручку. Вот такая вот ручка. Она есть как слева, так и справа. Ее можно переставить. Вот. Сейчас мы дернем. Вот он накачался. И тут можно как раз сравнить с другими системами электрическими. Основной конкурент это Black Diamond и Jet Force. Основное отличие в сдувании от Black Diamond в том, что Black Diamond сдувается сам, либо при нажатии на кнопку. А тут эта процедура довольно-таки ручная. То есть нужно открыть рюкзак. И вот здесь вот есть специальный клапан, который сдувается руками. Ну, то есть подразумевается, что ты попал в лавину, выбрался и вот так вот сидишь потом. Ну, я надеюсь, что, конечно, никто не попадет, но сдувать его нужно руками. Держа вот этот вот клапан одной рукой, чтобы он сдулся, а второй... В снегу я тоже это пробовал. Выглядит еще немного менее удобно. Но это, наверное, не самое главное. На мой взгляд, вот само сдувание, это не очень доработано, потому что клапан можно было бы как-то зафиксировать, чтобы двумя руками его спокойно сдувать. Наверное, тут уже подоспели на помощь товарищи. Ну, и потом, по инструкции, вот так вот складывается. Раз, два, три, убирается вот сюда. И чтобы заново этот рюкзак активировать, нужно прогнать молнию обратно. Прогоняешь молнию обратно до конца. Вообще, если кто не знает, то со всеми лавинными рюкзаками вот примерно такая штуковина происходит, что ты должен упаковать подушку. Здесь вот посередине находится часть молнии, вот поближе можно, которая не сцепляется, она закрывается липучкой. Это как раз место, с которого молния раскрывается и открывается целиком рюкзак. Закрываем липучку. И вот рюкзаку нужно где-то от 20 до 40 минут, чтобы снова активироваться, перейти в режим ожидания. У конкурентов из Black Diamond рюкзак Jet Force и Pips можно дергать этот рюкзак несколько раз подряд. Заряда аккумулятора хватает на несколько раз. Самое главное в этом рюкзаке, как утверждает производитель, это простота, надежность, небольшой вес. Ну и спасибо траектории, которая дала погонять этот рюкзак зимой в Красной Поляне и поездку в Чили. И во время этой поездки я как раз осознал, оценил на себе все плюсы неочевидного электрического лавинного рюкзака, потому что ни в одном из восьми аэропортов не было ни одного вопроса по поводу, что у тебя за штуковина. В то время как ребята с сноупульсами и АБСами заранее регистрировались, получали разрешение на провоз, и все равно у них были проблемы. Если вы путешествуете и катаетесь в каких-то лавиноопасных местах, то провоз электрического рюкзака просто настолько упрощает процедуру провоза и пережет ваши нервы, что это офигительно. Увидимся на склоне. Будем надеяться, что никому из нас никогда этот рюкзак не понадобится, только если для тренировок.